ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Инспекторы ДПС за последнее время стали более вежливыми. В этом уверена треть участников опроса, проведённого порталом Дромром. Ещё почти треть считает, что стражи дорожного порядка и раньше вызывающим поведением не отличались. Однако есть и такие, кто упрекается гаишников в хамстве. Их набралось порядка 23%. Каждый восьмой респондент заявил, что отношение автоинспекторов к водителям в целом улучшилось. ТРАССА 101 Две модели Тойотера, В4 и Камри возглавили список наиболее угоняемых автомобилей весной и летом этого года. Перечень составила компания Альфа-страхование. Причём интерес преступников к японцам немного вырос. Далее с большим отрывом идут Hyundai Solaris, Hyundai Tucson и Kia Sportage. Также в первую десятку угодили Kia Rio, Hyundai Creta, Kia Ceed, Kia Sorento и Lexus RX 300. Специалисты отмечают, что с отменой ограничительных мер, вызванных коронавирусом, угонщики заметно активизировались. ТРАССА 101 Продажи обновлённого Kia Rio начнутся в России 1 октября. Седан будет стоить минимум 815 тысяч рублей, на 5 тысяч дороже текущей версии. Что изменилось в машине? Немного бамперы, решётка радиатора, передняя оптика. Моторы будут прежними бензиновыми, объёмом 1,4 либо 1,6 литра, мощностью 100 или 123 лошадиные силы соответственно. Трансмиссия, механика, либо автомат. ТРАССА 101 Почти две трети парка легковых автомобилей в нашей стране, иномарке. Всего их насчитывается почти 29 миллионов штук, сообщает агентство Автостад. Большинство машин зарубежных брендов это японцы. На втором месте корейцы, на третьем немцы. Меньше всего в России чешских и китайских авто. Общий парк легковушек порядка 45 миллионов. ТРАССА 101 Скандал в Оренбургской области. Мужчина с официальным диагнозом слепота обоих глаз получил водительское удостоверение. Вернее, он заменил документ через МФЦ после истечения десятилетнего срока действия предыдущего удостоверения. Полиция провела проверку и выяснила, что гражданин предъявлял поддельную медицинскую справку. Прокуратура уже добилась лишения его прав по состоянию здоровья. Управлял ли незрячий автомобилем на самом деле, остается только догадываться. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.